Обучать население, пользоваться электронной цифровой подписью и самим порталом электронного правительства взялись еще несколько лет назад. На базе цонов жителям помогают стать мобильнее и тем самым снизить нагрузку на местные центры обслуживания населения. Но сейчас стал вопрос об обучении этому со школьной скамьи. В связи с цифровизацией Казахстана тема обучения населения цифровым навыкам является очень актуальной. И мы на базе нашей школы проводим обучающие семинары по использованию портала ЕГОВ для нашего коллектива. Цель данных семинаров – обучить коллектив самостоятельно пользоваться услугами данного портала. По словам представителя ЦОНа Серика Абдегалеева, ежегодно из школ Казахстана выпускается 140 тысяч учеников. Обычно они не знают, как обращаться с порталом, а их ЭЦП принадлежит родителям. Поэтому в госкорпорации предложили Министерству образования учить школьников пользоваться порталом электронного правительства на уроках информатики. В подразделе информатика будет введен такой предмет, как информационная безопасность и получение электронно-цифровой подписи. Таким образом, по словам нашего председателя, уже наступила необходимость обучения уже со школы, например, учеников, выпускников. Школьные учителя рассказали, что в программе еще с 2014 года существует раздел «Цифровая безопасность», но портал ЕГОВ там упоминается вскользь. Дарья Ешкина преподает выпускникам информатику и признается, что сам ученик не сможет разобраться, как правильно обращаться с порталом и электронной подписью. А с наступлением совершеннолетия это крайне необходимо современному казахстанцу. Я думаю, что внедрение нового подраздела в программу школьную позволит молодому поколению быть более грамотными, именно грамотными цифровой грамотностью. И, конечно же, активно использовать электронную цифровую подпись для получения услуг, которые предлагает электронное правительство. Внедрение новых разделов в учебную программу 11-х классов будет производиться поэтапно, и к следующему учебному году планируется окончательное внедрение новшества.